Салон по изучению Библии Здесь, как раз в салоне по изучению Библии, мы изучаем предмет жизни. Как жить, как реагировать, на что, где пройти мимо, а что нельзя пропустить из виду. И поэтому сегодня мы продолжаем говорить о 22 главе Иова, и нам нельзя пропустить из виду то, над чем мы размышляем. Это предложение нечеловеческое. Хотя и Лефас говорит здесь, как друг Иова, да еще и тот, о котором сказал Господь, что не так точно они говорили обо мне, как Иов. И еще раз напоминаю вот в этом разница, что они Иова подозревали в проблеме, которой нет. А о Боге они говорили верно. Они говорили о его принципах, ценностях, о его возможностях, потому что сами, в принципе, они были с ним знакомы. И поэтому их речь надо всегда рассматривать, вот имея это в виду. И сегодня, когда мы подходим к завершению или почти к завершению 22 главы Иова, там продолжение мысли сблизься же с ним. То есть тогда, когда человек соединяется с Богом, когда он выстраивает взаимоотношения, мосты, когда любовь Божья и любовь человека к Богу встречаются, тогда стыковка дает красивый результат, мощный результат. Я думаю, что каждый из вас может смотреть на приборы электрические любого формата, даже самые хорошие и самые большие технологические машины. Но если не включить вилку в розетку, то если там не будет электричества, ничего работать не будет. Как бы ни была качественно отработана эта техника. Поэтому если мы понимаем, что мы совершенно устроены, сам Творец поучаствовал в нашем творении. Но если эта уникальная, очень многопрофильная Божья работа в нашем теле, в нашей жизни, в нашей судьбе не соединится с Богом, то это останется многофункциональное, сильное представительство, но бездейственно в плане Божьего источника. Потому что в нашу жизнь приходят те энергетические потоки от источника, которым сам Бог является для нас. Он жизнедатель. И поэтому если мы говорим об обучении жизни, но исключаем Бога, даже самые, может быть, такие вопросы, которые раньше были, например, домоводство, да, как готовить, как что-то шить или еще что-то, не знаю, есть ли сейчас в школах такой предмет, но для мальчиков это были другие задачи. Если даже вот этот предмет взять, но без участия Бога в жизни человека, то ты будешь что-то делать, ты будешь кормить тело, но ты так и не будешь сформирован изнутри, ты так и не будешь знать, зачем ты живешь, куда отправляешься, откуда ты вообще пришел. Есть ли у тебя какие-то задачи на этот день больше, чем просто твой план? Есть ли какие-то у Бога перспективы на тебя, как жизненные важные моменты, день за днем, как пазлы, соединенные в общую картину? Итак, у нас с вами есть сегодня возможность посмотреть с 25 и 26 стих 22 главы Иова. «И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Можно задать себе вопрос, а что является моим сокровищем, золотом сегодня? Физическое окружение дает четкий ответ – золото и золото. Это могут быть золотые изделия, это может быть золотой песок, это может быть еще какие-то полуфабрикаты из золота, но в любом случае это золото, все понимают, о чем речь. Но здесь будет Вседержитель твоим золотом. А как это понять? Каким образом может Бог стать золотом и блестящим серебром у тебя? Другими словами, есть то, что человек проигнорировал в плане изучения Бога в своей жизни, но это по уровню ценности не меньше золота и серебра, а даже больше, не говоря о том, что это может быть равноценно, как стартовая площадка. То есть то, чем люди здесь дорожат. Но дорожат фактом из физического мира, но не духовная составляющая, из которого, то есть из нашего Бога, из источника вышло все золотое, серебряное, драгоценное и так далее. Потому что если бы Бог это не заложил в землю, это бы никогда там не было. Но Он дал этой земле такие особенности, способности включать в себя, в свою структуру, эти элементы, которые в конечном итоге человек может добывать, потом обрабатывать, а потом носить как украшение, либо использовать как драгоценные металлы в чем-то другом. Но сам источник всего этого, он ценнее и важнее, чем производная. Вот о чем идет речь. Поэтому за производную люди хватаются, за нее даже готовы идти по головам. А кто-то и убивать, потому что серебро и золото – это то, что сегодня является движущей силой, как говорят, кровь экономики, как деньги. Но на самом деле Бог – наша сила и источник. Если мы с Ним соединены, то у Него нет экономики. У Него только есть распределение ресурсов и богатства, которые Он может сделать твоим и моим достоянием, если только свое сердце ты позволяешь Ему расширять. Итак, продолжаем. «Ибо тогда будешь радоваться о вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Я не знаю, почему так пришлось уже с веками, с годами. По крайней мере, у меня на веку, сколько лет я живу, я вижу, когда люди начинают молиться, особенно раньше, то они голову опускают вниз. Вниз, если встают на колени, то вообще вниз. То есть это какое-то состояние такого, знаете, не встречаться глазами с вседержителем, а просто склониться. С одной стороны, это образ смирения, но с другой стороны, это нежелание встретиться с взглядом того, от которого металл плавится. И на самом деле, друзья, когда мы поднимаем свое лицо, мы идем открытым текстом к Богу и говорим, «Господи, я поднимаю свое лицо к Тебе, потому что мне важно, чтобы ты не только меня услышал, чтобы ты увидел меня. Мне важно, чтобы мне встретиться с твоими глазами, с твоим взором». Да, мы не всегда можем увидеть в физическом плане это, но когда мы духом начинаем проникать туда наверх, то мы понимаем, где я нахожусь. Я нахожусь в тронном зале, я нахожусь в присутствии Небесного Отца. Я разговариваю прямо с Ним, напрямую, без посредников. У меня есть доступ в освятилище через жертву Иисуса Христа. Я хочу воспользоваться этой жертвой как проходом, как входом, потому что Иисус сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь». И Он стал для нас дверью, дверью, и это Он называет себя дверью в жизнь. Поэтому, когда мы эти вещи читаем, будет Сидержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться об Сидержителе. Когда сам Бог станет не производной, которую Он сделал, а источником, из которой это производное никогда не иссякнет. Вот, друзья, где наше упование. Сегодня пусть оно там будет сконцентрировано, потому как может чего-то не хватать в нашей жизни в физическом плане, в духовном плане. Но я сейчас о физическом больше мере говорю. Допустим, не хватает у кого-то еды. Может быть, несколько дней человек был голоден. Но где этот источник сейчас взять, если ты не можешь двинуться, если тебя в твоем окружении негде взять? Но ведь Бог-то остается всемогущим, и Он знает, что мы в этом имеем нужду. А коль ты мое серебро и мое золото, то я сейчас на тебя поднимаю свой взор, к тебе, Господь, обращаюсь, чтобы в мою жизнь пришло то, в чем я нуждаюсь. Я слышала и прочитывала много историй того периода, когда люди жили в голоде, либо находились где-то в зонах, где невозможно было найти питание. И с одним младенцем пробирались через леса одна семья, и, может быть, кто-то слышал такой ярл пейсти был. Это человек, который раньше из-за границы вещал евангельские программы на русском языке. Тогда, в советский период, негде было услышать людям что-либо со СМИ. Но Он один из тех, кто мог говорить о Христе, говорил короткие проповеди каждый вечер. Я помню, как это было, когда люди прислушивались, склоняясь к приемнику. А почему прислушивались? Потому что постоянно заглушали эту волну, постоянно пытались мешать тому, что оттуда текла как живая струя и живая речь. Но прежде чем Он попал за границу, Он не жил в нашей стране, но в любом случае Ему пришлось проходить, пробираться и с женой, и с маленьким ребенком. И они проходили через лес, и ребенок, которому надо было вообще питаться грудным молоком, а у матери оно закончилось из-за стрессов, из-за недостатка еды, и поэтому кормить ребенка нечем. И он пошел вперед, просто молился, а жена медленно шла сзади, несла этого ребенка, и она просила Господь, если ты его не накормишь, он скоро умрет, я ничем не могу помочь. И когда она подошла к одному пню, то она увидела, что лежит какой-то сверток, и она не могла пройти мимо него. Она остановилась около этого свертка, а он оказался горячим. И когда она раскрыла, там была манная каша, которая мог в состоянии съесть ребенок. И эта манная каша сопровождала их в течение этого пути, пока они не пришли к месту, где можно было получить подкрепление. Так вот, что такое Вседержитель станет золотом, да? Вседержитель будет ответом на наши вопросы. И то, что мы можем читать теперь в смысловом переводе, «И будет Создатель, Вседержитель твоим сокровищем и самой большой твоей драгоценностью, твоим упованием и защитой, ответом на все твои проблемы». Посмотрите, друзья, как для нас это сегодня ценно. Люди говорят, если есть деньги, то все можно решить. Может быть, на сегодняшний день так и действуют, так практикуют, но далеко не всегда деньги могут оказаться для тебя пищей. Потому что тогда, когда нечего купить, а деньги есть, то ты их есть не будешь. Поэтому источник нашей жизнедеятельности, нашей защиты и пропитания, он на самом-то деле во Вседержителе, у которого все в нем сконцентрировано, и он держит наши судьбы и жеребий в своих руках. Поэтому, друзья, будем к нему обращаться, будем к нему взывать, будем ожидать от него и получать то, что он нам приготавливает. Поэтому пусть, когда Бог умеет размножить муку в катке и масло в сосуде, то он тот же и сегодня. Не только вдове с Ильей Пророком и с ее сыном вдовы он дал это пропитание. Он имеет в виду благословить то, что есть и в наших сосудах. «И тогда радость твоя будет совершенной, и время страха и умоления закончатся для тебя навсегда». То есть тогда, когда фокус будет перенесен с физического мира на Бога, на его ресурс, на его возможность, когда ты начинаешь понимать, вот что является ответом на все твои запросы, вот где есть этот источник, который не иссякает, вот это-то, друзья, нам важно сегодня с вами слышать, понимать, чувствовать. И в этом нам не остаться на безрыбье, что называется, а двигаться туда, где ее много. Двигаться туда, где ответы нас подстерегают, потому что Господь, у Него времена и сроки. Во всех делах наших Он участвует и хочет с нами эти дела решать. Я очень благодарна Богу за те советы, ответы, которые мне пришлось в жизни своей слышать, о том поколении, которое сейчас уже не на земле, которое сейчас уже в вечности, но они проходили свои трудности, они проходили свои участки пути без Бога, которые пройти было нереально и невозможно. Но с Богом они их прошли. И они могли рассказывать свои жизненные свидетельства и истории. Они на самом деле запечатлелись с детства очень ярко, очень сильно, потому что Господь таким образом говорит, я был с ними, я буду и с вами. И поэтому я очень хочу, друзья, чтобы мы сегодня могли не просто знать, что истории такие имели место, и сегодня очень у многих запрос и по еде, и по воде, и по одежде, и по крову над головой, особенно тех, которые сейчас находятся на фронтах, на улицах, живут или вынуждены жить. И так нужен Бог, который защищает от змей, который защищает от любых пауков и тараканов, и всяких скорпионов, который защищает от всякого яда крыс, который защищает от всякой заразы. Как Он нужен каждому, друзья? Я хочу, чтобы мы реально понимали, Бог наш, Он такой Бог, Он знает, как защитить нас при любых обстоятельствах. И поэтому, когда мы молимся друг за друга, когда мы молимся за самих себя, то понимаем, не Бог только в истории проявлял себя, Он в современности, Он в грядущих днях. И то, что мы сейчас заблаговременно об этом можем размышлять, об этом можем молиться, это как раз и позволяет нам увидеть Боготворящего в своей судьбе уже сейчас. И подойти к сезону, когда будет в этом необходимость в чудесах, чтобы уже чудеса к нам посыпались. Небесный Отец, я молюсь сейчас о каждом человеке, о себе в том числе, и о близких, и о родных, чтобы сердца были расширены для принятия Твоих благословений. Я очень благодарна Тебе за все, что Ты делал и будешь делать. Я благодарна Тебе за Твою благодать и милость. Я благодарна Тебе, что Ты вседержитель, наше золото, серебро и блестящий металл. Ты все в себя вмещаешь, потому что Ты ответ на все наши запросы, на то, в чем мы еще будем нуждаться только вчера, а Ты сегодня уже готов на них отвечать. Я благодарна Тебе за это, Иисус. Я благословляю сейчас каждого человека познавать, что есть Твоя воля, что есть Ты сам по себе, или кто есть, кем являешься, чтобы нам не остаться на прежнем уровне, а познавать Тебя глубже и масштабнее с каждым днем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова